Для масляной краски. Кисточку там не моем, не промакиваем, только маканием берем жидкость для разжижения краски. В левой руке будет крепочка. Значит, взяла жидкость, взяла белила, сделала сметанный, мокрый сметанный замес. И вот эту белильную жижу, дополняя разбавителем, швырнешь на холк. Швырнешь на холк. Когда, смотри, как я делаю, я не провожу так, чтобы она брызгалась. Я останавливаю движение. Пауза, пауза, пауза. Когда это все наберешь, возьмешь тряпочку и сделаешь из нее фигушку, как рабочий инструмент. Вот такую плотненькую площадочку. И будешь брать голубой, коричневый, голубой, розовый и наполнять содержанием вот это, то, что ты накидаешь. У тебя появится вот такого характера мазок, как ты здесь примерно и видишь. Правда? Зашвыряешь все вот этими, вот этой динамикой. Не распределительно, а штриховательно. Так, чтобы это волнение пространства происходило. Хорошо? Давай. Терно-краски. Ну, как потом расстелить равномерно, чтобы не стереть с холста. А где равномерно, ты видишь на картинке? Я, например, равномерно не вижу. Я вижу вот с такими звуками. Как раз не нужно равномерно. То есть плотность вещества удвоить. Внизу у нас более светло. Поменяешь фигушку на другую местность. Возьмешь и голубой. Есть там, да, голубизна какая-то. Есть синева. Есть сиреневизна, разбеленная. Нашвыряешь вот эти. Но мера краски не вот эта. А вот эта. Та, которая забила. Это не дозабила. Хорошо? Вот они, цветнотики, цветнотики, цветнотики. Потом, уже в рамках этих цветнотиков, мы возьмем мастихин и найдем силуэты. Силуэты наших птичек. Поднимите. Вот они. Ну, только более точно. Это как бы приблизительный мотив. Когда мы их найдем, эти силуэты, свет, тени, мы их найдем. Мы возьмем палец и дополним. И будет красотень. Давай так. Ну, уже получше. Нормально, нормально. Мы еще будем дополнять. Мы будем дополнять и пальцем. Всякими цветиками можем еще дополнять. Плавные переходы, а у меня буквально не тратные. Ну, в центре больше белил, а не оранжевил. Белил голубенького. Давай сюда подбросим. Значит, вот этим инструментом сейчас поищешь, поищешь эти веки рисунка. И вот так действует. И вот так. Как ногтем. Смотри. Как ногтем. Удобно возьмешь на стихи и поищешь. Пальчиком чуть-чуть вспоможешь и додашь близкий цвет к тому, который ты видишь. Вот он. Расштриховка вот такая. Вот она. Оно? Вот оно. А вот вырезанный цвет. Потом мы и кистью дополним. Вот эти вот вещи. Но сначала пальцем мутно. Вот голубенькое кельце. Смотрите, прямо. Раз, и кельце. Раз, и ножичка. Хотя бы намечить пока. Потом доберем кистью. А если у меня одна будет получится, что она стирает? Вот она стирается моментально. То есть очень легко все. Давайте. Здесь мысли на середине. Смотри. Стремится к середине. Почти к линии пересечения диагонали. Правда? Значит, голова где-то здесь. Правильно? Вот она, стремится. К другому. То есть. Вот доходит здесь крыло до самого края? Нет. А это доходит. Доходит здесь крыло. Вот расстояние от середины, которое оно коснулось. Вот это место коснулось в середине. По высоте. Расстояние крыла и после крыла. Вот эти расстояния надо научиться сравнивать и создавать таким образом рисунок. Значит, вернуть идею вот этого и предпринять рисунок более правдоподобно. Еще раз. Вот линия, которая касается середины. Вот нос, который устремлен к середине диагонали. А теперь надо смотреть. Крыло занимает сколько места в этом пространстве? Вот ровно то место и дать. Сколько расстояния до края? Смотрит прямо в середину, да? Это явно дальше от края. Вот эти вот вещи соизмерять и уточнять. Это мой еще остался? Или твой такой хороший? Ну, это же шик. Так. Я чуть-чуть наошиблась, но уже близко. И поприятнее. Коричневый с голубым будет вот этот чернявый цвет, который поддерживает светлость рисунка. Ну, а я тебе показываю, как бы это можно делать с шиком. Мера краски. Обращаем внимание на нее. Плюс кистевые помощники. Я постоянно, ты видишь, в тряпку вытираю, чтобы сохранить чистенькость кисти. Всякая жестикуляция в картине. Смотри, как это. Вот, понимаешь, забортики. А это жесты, да? Здесь есть шик. Не то, чтобы он именно это в цвете. Настаил он на этом в цвете. Просто оно подмешивалось под палец. Он раздавал свет тень, а подмешивался под палец цвет. И получилось то, что ты видишь. То есть это не потому, что он выбирал. Ага, здесь я сделаю обязательно голубенький. То есть это была импровизация чистейшей воды. Прикольная линия. То есть они такие, как китайский иероглиф, да? Такой легкий с одного движения. Вот это с одного движения тоже стараемся делать. Ага, сейчас я черную голубочку воткнусь сюда. Помоги мне, пожалуйста, вот с этой шеей соседней. Смотри, я тебе и так целую птичечку нарисовал. А ты сейчас попробуй с той справиться. Ну, сразу не получается, постепенно получится. Смотри, какую я тебе целую птичку нарисовал. С клювиком. Прикольно. И смотри, какая недосказанность. Какая непопытка вырисовывать, да? Ну, ты тоже неплохо начала. А мне что, вот здесь так же, вот какую-то аркулью. А может пока не позволить, скажешь, красиво. Давай, попробуй здесь сначала. А вот это правильно расположено? Сюда, смотри. Вот там все нарисовано. Относительно этого крыла, где находится ножка? Нет. Нет. Не вот. Смотри, ножка смотрит вот туда, за середину. Смотрит? Ого. Поняла? И это место очень красивое. Чуть-чуть толкнем красочку. А здесь очень фотография. А-а-а-а. Да, это вообще только вкусно. Чуть-чуть отчертим. Да? Мистер дождь. Дождь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...